МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Защита налицо. В Талдыкургане создан новый цех по пошиву масок. За два месяца его сотрудники планируют сшить 2 миллиона средств индивидуальной защиты. Ну, оставайтесь дома. Злостных нарушителей режима карантина привлекают к штрафам. Помощь удваивает результат. Свекловоды Аксульского района расширяют площади посевов сахарной стеклы. В рамках программы Нурлажол более 200 тысяч казахстанцев будут задействованы в строительстве и реконструкции республиканских автодорог. Общая протяженность их составит 4 тысячи километров. Об этом стало известно в ходе селекторного заседания правительства. Как заявил глава Кабмина Аскар Мамин, в истории Казахстана еще никогда не было такого масштаба запланированных работ. По сравнению с прошлым годом, объем сдаваемых республиканских дорог в 4 раза больше. До конца года власти страны планируют обеспечить движение на более 2,5 тысяч километров. Немало работ по транспортной инфраструктуре намечено, в частности, в Алматинской области. В строительству и реконструкции подвергнутся такие участки, как Талткурганусь, Каменогорск, Ушарал-Досток, Узнагаш-Отар, Курты, Капшигай и другие. Глава ЖТСУ Амандык Баталов поручил ответственным лицам со всей серьезностью отнестись к реализации проектов. Курирующим органам необходимо следить и быть в курсе всех проводимых работ. Всего реализация государственной программы Нурлыжол будет вестись с этого года и до конца 2025-го. Глава ЖТСУ Амандык Баталов, Капшигай и другие. Вы должны четко и ясно знать. Обсудили участники видеоконференции и самую актуальную тему – коронавирус. Как заявил премьер-министр Аскар Маймен, в зависимости от эпидемиологической ситуации, правительство продолжит постепенно смягчать режим карантина. Вслед за Алматы и столицей послабление будет применяться и к другим регионам республики. Тем не менее, работа предприятий и субъектов бизнеса станет возможной только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности, подытожил Аскар Мамин. Надо думать уже о выходе из карантина и начале работы. Экономика должна работать. Это главное наше требование – обеспечить заход населения, заработную плату. Ее надо платить за выполненную работу. Поэтому прошу вас обратить внимание. Да будет свет, газ, вода и прочие блага. Более 248 тысяч жителей Алматинской области смогут получить поддержку от государства на оплату коммунальных услуг в период чрезвычайного положения. Кто и куда должен обращаться, чтобы получить до 15 тысяч тенге дополнительно, узнавала наша съемочная группа. В период чрезвычайного положения складывается нелегко для всех, но особые трудности испытывают социально уязвимые слои населения. В связи с этим государство принимает ряд мер. Одной из них является снижение нагрузки по коммунальным услугам. Как рассказал на брифинге руководитель областного управления энергетики и ЖКХ, воспользоваться такой опцией смогут 7 категорий граждан. Категории лиц, имеющие право на помощь от государства по коммунальным услугам. Инвалиды 1, 2 и 3 групп. Семьи, воспитывающие детей инвалидов. Многодетные семьи. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны. А также лица, приравненные к ним. Семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей. Несении воинской службы. При подготовке или осуществлении полета в космическое пространство. При спасении человеческой жизни. При охране правопорядка. Пенсионеры с минимальной пенсией и менее. Граждане, получающие адресную социальную помощь. В том числе одинокие пенсионеры. Сейчас Акиматы определились со списками по этим семи категориям. В целом, никуда пока идти не надо. Надо обращаться в Акиматы по месту жительства. То есть, или в колл-центр. И получить консультацию. 32 96 87. Данного рода компенсации граждане смогут оплатить такие услуги, как газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, отопление, лифт и вывоз мусора. На телефон и интернет поддержка в размере 15 тысяч тенге не распространяется. Перечисление средств осуществляется на лицевой счет абонента. Компенсации подлежит лишь сумма, пропорциональная выставленным платежам. В нашей области это с 1 апреля по 1 мая будут выплаты производиться в мае. И с 1 мая по 1 июня это выплаты будут производиться в июне. Если квитанции об оплате комуслуг будет менее 15 тысяч тенге, поставщик произведет перерасчет оплаты путем зачета платежа на следующий отчетный период и известит потребителя об этом. В случае, если счет выше предоставляемой компенсации, то гражданам все же придется доплачивать со своего кармана, поскольку 15 тысяч тенге – максимальная сумма, предусмотренная компенсацией. По подсчетам специалистов, всего на поддержку государства могут рассчитывать более 248 тысяч жителей Алматинской области. Продолжаем выпуск. 30 тысяч единиц масок в день шьют в Талдыкургане. Новый цех, созданный в самый пик своей востребованности, готов производить и больше. За два предстоящих месяца здесь планируют реализовать 2 миллиона штук. Наладить производство средств индивидуальной защиты и сделать их более доступными – одна из важных целей руководства региона. Один миллион масок в месяц – заявка серьезная. Вся продукция отправляется в аптеки региона. Учредителями предприятия стало товарищество с ограниченной ответственностью «Техноавиагрупп» при содействии Акимата города Талдыкурган. В сутки 30 тысяч масок могут шить. На сегодняшний день 50 наших именно горожан обеспечены работой. В будущем этот цех будет ориентирован именно по пошиву спецодежды. Я хочу поблагодарить именно нашего горожанина, бизнесмена, который в трудную минуту, несмотря ни на что, открывает именно цех и занимается пошивом масок. Большая благодарность от Акимата. Оборудование закуплено на 28 миллионов тенге. Всего в цехе 40 высокоскоростных станков. Производительная мощность каждого – около 500-800 масок в день. К слову, сами маски делают трехслойными из специального медицинского материала «СМС», изготовленный по технологии «Спанбонд». Производим маски трехслойные, именно которые защищают от вируса медицинский, одноразовый. Недороже 180 маски будут по цене, недороже установленную цену. Оптом где-то 110 пойдут. После пошива масок хотим цех оборудовать под пошиву спецодежды. Проложим шить одежду. Для Минобороны будем участвовать в тендерах, для нацкомпании, для всех госслужащих, где используется спецодежда. В планах у предприятия увеличить производительную мощность. На втором этаже цеха расположится еще 30 станков. Также рассматривается открыть такую же фабрику в городе Текили. Алексей Цоя, Сидюсинбек, Телеканал ЖТСУ. Представители местной исполнительной власти и полицейские объединили свои усилия по выявлению нарушителей режима ЧП и профилактике его нарушения. На улицах городов и районов области работают специальные патрули, рассказывает Антон Хатиновский. Несмотря на призыв граждан о самоизоляции и соблюдении при режиме ЧП карантинных правил, этих требований придерживаются далеко не все. Если в дневное время жители могут по особой нужде перемещаться по городу, как в пешем порядке, так и на личном автотранспорте, то в вечернее и ночное время вступают в силу дополнительные ограничения. Нарушителей выявляют мобильные группы. В городе Талдыкурган проводятся мероприятия по соблюдению чрезвычайного положения. В связи с этим совместно с Дорожной полицией, сотрудниками СС проводятся рейды. Мероприятие будет продолжено в целях разъяснения населению города о чрезвычайном положении. В свое оправдание граждане приводят разные доводы. Кто-то едет с работы, кто-то везет родственников или выехал в аптеку. При отсутствии подтверждающих документов с нарушителями проводится разъяснительная беседа. В основном мы проводим разъяснительную беседу, проверяем пропуска и документы. Также интересуемся целью поездок. Протоколы составляем только за нарушения, согласно действующих законов. В городе Капшигай во внимание полицейских попала группа молодежи, которые, уединившись на одном из заброшенных объектов, решили устроить маевку, за что и были подвергнуты административному взысканию. Я принял свой штраф, что выходил не в нужное время, не в нужном месте. И полностью свою вину признаю и извиняюсь перед всеми. Пока что жесткие меры за нарушение режима ЧП, согласно статье 476 Кодекса об административных правонарушениях, применяются только к злостным нарушителям. Таких только в городе Капшигай было выявлено 139 человек. Антон Хатиновский, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. При содействии пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. Почти в два раза увеличила пассивные площади сахарной свеклы одной из крупнейших крестьянских хозяйств Аксулского района Кокозек. Свекловоды ощутили поддержку руководства региона. Соответственно, направили свои усилия как на освоение новых площадей, так и на повышение их продуктивности. Сейчас на полях горячий сезон. Идет пассивная. Начиная с малого, в прошлом году в крестьянском хозяйстве Кокозек под сахарную свеклу отвели 70 гектаров. С каждого в среднем получили по 540 центнеров. Урожай, может, и не самый лучший, но переработать удалось полностью. При поддержке руководства области труд не пропал даром. Соответственно, в этом году площади увеличили вдвое. На данный момент сахарная свекла 60 гектаров уже отсеяли. Планируем еще 60 гектаров отсеять. Поля уже готовы. 120 гектаров будет сахарная свекла. Где-то около 200 гектаров будет сои. Зерновых около 100 гектаров будет. И сафлора около 100 гектаров будет. Кроме этого, планируем еще посеять кукурузу 25 гектаров. Современная техника, которую можно приобрести в лизинг или воспользоваться при помощи сервисно-заготовительных центров. Сеет с точным расчетом размера будущих корнеплодов. Соответственно, идет точный расчет семян. Главное, что они высокопродуктивные и закупаются за рубежом. В частности, область наладила взаимодействие с институтами Сербии и Франции, лидирующими в производстве высокоурожайных сортов этой культуры. Семена сахарной свеклы субсидируются на 50%. Удобрение субсидируется на 45%. Также нам выдается удешевленное дизельное топливо по цене 165. В Аксусском районе на сегодня действует около 2500 крестьянских хозяйств. 116 из них предпочтение отдают сахарной свекле. В этом году они засеют сладким корнеплодом более 3000 гектаров. Соответственно, планируется сдать на местный сахзавод более 120 тысяч тонн урожая. Общая площадь посевных земель у нас в этом году более 67 тысяч гектаров. 30 тысяч из них зерновые. Мы создаем все необходимые условия для наших крестьян. В регионе имеется 6 сервисно-заготовительных центров, где аграрии могут получить всю необходимую технику. В этом году ожидаем богатый урожай. Поэтапно область возвращает себе былую славу рекордсмена в производстве продукта первой необходимости. Если одним из элементов масштабной программы была реконструкция заводов и поддержка агрария в субсидиями, то второй – это восстановление ирригационных сетей за счет бюджетных средств. Уже в следующем году в помощь свекловодам планируется завершить реконструкцию всех 111 поливных каналов Аксусского района. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в соблюдение поста уроза для мусульманского мира в священный месяц Рамадан. Мечети в режиме чрезвычайного положения прекратили свою деятельность, поэтому гражданам необходимо воздержаться от походов в храмы и находиться только в кругу семьи. Также обязательные пожертвования нужно отправлять на специальный счет в мечети через онлайн-приложение банков. В этом году фитр Садака определен в сумме 370 тенге на человека. Спиртовыми антисептиками можно пользоваться, отметили специалисты. Священный месяц Рамадан начнется 24 апреля. Продлится 30 календарных дней, как и в прошлом году, согласно расписанию Духовного управления мусульман Казахстана. Об этом сообщили представители духовенства Талкургана на брифинге на площадке ЖТСУ Медиа. У постящегося должно быть искреннее намерение в сердце соблюсти пост ради Аллаха. Во время поста от начала времени утренней молитвы до заката солнца необходимо полностью воздержаться от приема пищи, питья, вдыхания табачного дыма. Ночь предопределения в этом году выпадет в ночь с 19 по 20 мая. Всего 220 имамов в Талакурганском регионе все уже подготовились к празднику Рамадан. Петропавловску кроме карантина грозит и наводнение. Водохранилище близ города переполнено на 14%. Из-за паводка затоплено около 2300 дач. Ситуацию осложняет то, что садоводы не могут спасти свое имущество из-за карантина. Спасатели отмечают, что в некоторые общества так просто не добраться. Приходится плыть на лодках. В ближайшие дни уровень воды будет повышаться. Предпринимаются все необходимые меры по недопущению дальнейшего ухудшения ситуации. Пояснили в кулуарах правительства. На карантине сидят не только люди, но и пчелы. Пасечники страны бьют тревогу. Всего два весенних месяца, которые кормят их целый год, как раз пришлись на время карантина. Через блокпосты с ульями их не пропускают. И если кое-где и разрешили передвигаться, то исключительно на грузовых машинах. Из-за длинных очередей массово погибают насекомые. Это грозит убытками не только пасечниками, но и фермерами, чьи поля нуждаются в опылении. Астана-Опера запустила онлайн-проект к 175-летию Абая Кунамбаева. Артисты исполнили произведения великого поэта в онлайн-режиме. Участники подчеркнули, что для них большая честь и радость прикоснуться к миру великого мыслителя, просветителя-композитора. В условиях карантина, когда человек постоянно находится в замкнутом пространстве, погружается в безграничное жизнеутверждающее творчество, подобно глотку свежего воздуха, рассказывают они. Аналогичные концерты Астана-Опера планирует практиковать и впредь, на постоянной основе. На Апеннинах начинают задумываться над тем, как этим летом открыть пляжный сезон. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии ожидается сокращение туристического потока на 40%. Сектор может потерять порядка 2 миллиардов евро. Даже когда отменят карантин, ограничительные меры еще будут действовать. Некоторые предприниматели стараются найти решение, как соблюдать социальное дистанцирование на пляже. Надо сделать так, чтобы те, кто идут плавать, находились в отдалении от людей, лежащих на пляже под зонтиками, говорят владельцы пляжей. Доступ в веселительные заведения будет ограничен. Эксперты считают, что эпидемия коронавируса в Италии может завершиться к концу июня. В курортных городах надеются, что сезон, пусть даже в сокращенном варианте, не будет потерян. Цены на нефть бьют антирекорды. Стоимость марки WTI, техасские легкая, впервые в истории упала ниже 5 долларов. Марка Brent также теряет в цене, но далеко не так сильно. Она подешевела на 6%, до 26 долларов. Обрушение цены эксперты связывают с целым комплексом факторов. Общим перепроизводством, резким падением спроса на фоне коронавируса, неуверенностью трейдеров в дальнейшем развитии ситуации. В частности, растут запасы сырья на базе поставок в штате Оклахома. Так, резервы WTI оцениваются сейчас рекордные 160 миллионов баррелей. Поэтому финансовые трейдеры, которые редко имеют дело с сырьяльными поставками, сталкиваются с тем, что им просто негде разместить покупку. Абсолютный чемпион мира по боксу, украинец Александр Усик собирается начать кинокарьеру. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу в гостях у Гордона. «Я буду сниматься в Голливуде», – сказал Усик. Боксер заявил, что у него есть друзья в Лос-Анджелесе, с которыми он сейчас беседует по поводу дебюта в кино. Напомним, на счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Айман Ратова еще в начале года завоевала путевку на Олимпийские игры 2020. Сразу после лицензионного чемпионата спортсменка отправилась на учебно-тренировочные сборы в Кыргызстан. Однако пандемия внесла свои коррективы. Пришлось вернуться на родину. Планы сорвались, но спортсменка не отчаивается и продолжает готовиться к предстоящей, теперь уже в 2021 году, Олимпиаде в Токио. Тренировки, тренировки и снова тренировки. Для профессионального спортсмена это самая важная часть подготовки к любым соревнованиям. Конечно, дома спортсменка ограничена в упражнениях, тем более, когда на чемпионатах преодолеваешь километровые дистанции. Но форму сохранить можно, для этого тренировки каждый день. До карантина мы бегали здесь по Талдокургану, в сторону Текеля, а так как запретили, вот недавно с какого числа, мы уже сидим чисто дома, тренируемся. Это статика, планка, у нас на мобильность, специальные упражнения для ходьбы делаем, резина, качаемся. Вот все, что можно дома делать, мы всем занимаемся. И в день мы один раз в день стабильно тренируемся, чтобы не потерять совсем форму. Ну, конечно, для нас, для выносливости, нам обязательно нужно ходить и бегать. Вот это все все равно не то. К домашним занятиям, спортом нужно относиться серьезно, говорит Айман Ратова, чтобы приступить к учебно-тренировочным сборам, будучи в полном здравии. Тем более, в планах их несколько, все-таки еще нужно отстоять честь Казахстана. Первым делом поеду на сбор и буду уже нормально тренироваться. Вот очень жду, когда закончится, потому что были планы большие. И все сейчас в таких же условиях, как и мы, и тренируются дома, поэтому как-то спокойно. Был старт Кубок мира по спортивной ходьбе в Минске, его тоже отменили. На сборах было, тоже вернули из-за того, что в горах Киркизи находилось, сказали, что все, карантин. Напомним, ранее Айман Ратова завоевала бронзовую медаль на лицензионном чемпионате мира в Турции по спортивной ходьбе, преодолев дистанцию в 20 километров за 1 час, 29 минут и 31 секунду. Это позволило спортсменке не только привести домой бронзу, но и выполнить квалификационный норматив на участие в Олимпиаде 2020. Алексей Цуевер, Жан Дюйсен, Телеканал ЖТСУ. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова